Так, ну вот поскольку я тут случился, что есть возможность немножко расширить тему скорее Да, то есть в понедельник я рассказывал про ускорение электромов в режиме пузыря А сегодня я буду говорить о ускорении, так сказать, ну, выше ГЭФ энергии до ТВ Ускорять будем в основном либо ионы-протоны, либо с помощью протонов-электромов Значит, будет состоять тоже из двух коротких частей В первой части это по поводу ускорения протонов и ионов в режиме светового паруса То есть когда у нас есть световое давление, которое ускоряет тонкую мишень И вторая часть, коротенькая, это по поводу возможного применения протонных пучков, Т-ных пучков LHC По большому атонному ускорителю для ускорения электронов Вместо того, чтобы ускорять протоны, конвертировать энергию протонов в энергию электронов Уже до ТВ-ных энергий Значит, достижение ТВ-ных энергий в лазерном ускорении, оно возможно, да? В принципе, дорога известна, как куда идти Но, существует, конечно, энергетический просто оценок Когда мы говорим о ускорении до ТВ-ных энергий Мы должны знать, что тот же один, единственный пучочек LHC в ТВ-ных Он, на самом деле, имеет энергию несколько мегаджоул Да, то есть, это мегаджоул или, например, взрыв-гранаты То есть, это дорога-энергия И создать лазерный пучок С мегаджоулами можно Есть у нас с мегаджоулами лазер, который сейчас начинает стрелять в нишу фассивити в Ливерморе Есть или будет скоро мегаджоулами пучок во Франции Лазерные, но это большие лазеры, которые стреляют один раз в сутки или в час Необходимо еще преодолеть технический порог по увеличению повторяемости этих пучок В общем, это сложно, пока надо создавать такой лазерный пучок Но теория, тескак, не стоит на месте, теория этим не ограничена Вот, посмотрим, что у нас есть Во-первых, я буду говорить о энергетических ионах, не электронах, а ионах Поэтому, если говорить о гумлитуде лазерного излучения, которое необходимо, чтобы создать реактивистские протоны Амплитуда — это нормализованный электропотенциал, но обычно нормализуется она, естественно, на массу электронов Вот, для того, чтобы протоны стали реактивистским, этот амплитуда должна быть больше соотношения массы протона или иона на массу электронов Ну и зависит от того, какой у вас заряд вашего иона Ну и самый легкий ион — это ядро водорода, протон То есть это амплитуда должна быть больше 1800 Соотношение масс там в полях, да, в порядке точно То есть интенсивность больше 10 в 24, 2 на квадратный сантиметр На сегодняшний день мы имеем 10 в 22, якобы, ну, утверждается, что такой лазер был создан То есть до 10 в 24 и еще там два порядка Вот ожидается, что extreme light infrastructure и light drive достигнут таких эффенсивностей Это пиковая и rumin square? Это пиковая Но разница между пиковая и rumin square — это коэффициент двоечка Поэтому коэффициент двоечка в лазерной физике Когда вы не точно знаете, как выводит Пиковая и пятно, он, так сказать, условно То есть до π коэффициент двоечка — это вот такая интенсивность Ну вот сначала поговорим об ускорении ионов Редактивной интенсивности Значит, лазерный пучок имеет сумасшедшее световое давление То есть это гигабарт, методик на интенсивность — это терабарт И вот это вот световое давление оказывается вначале, естественно, на электроны Электроны смещаются Возникает разделение заряда Возникает электростатическое поле, которое может быть приблизительно равно Поле самого лазера То есть продольный поле примерно равно поле самого лазера Это происходит на границе релективистского прозрачности Когда плотность пластуры при физике равна критической Релективистской критической Плазер, конечно, в этом случае сильно замедляется Он же не бежит там со скоростью света А бежит заметно мебель Два-три, там, медленнее можно бежать То есть гамма-фактор вот не большой Но нам надо ускорить протоны до глянных инерты То есть гигабарт скорость тоже не совсем скорость света Поэтому можно достичь резонанса Вот есть условия захвата То есть когда у нас амплитуда волны И, так сказать, умножить на длину волны Там порядка скорости Там, групповой лазерной импульсов То есть частицы, начиная генерировать волну И ее обгонять Вот так это выглядело в моделировании Значит, опубликовано в 2003 году Возьмем килоджоульный лазерный импульс 10-23, не скажем, но его сфокусировали И вертокированный шельф Фольга становится в такой амплитуде уже прозрачной Рейтиниски прозрачной Для лазерного импульса Да, и здесь показано Двумерное распределение электронов и йодов Возьмем видно, что лазер толкает электронов Здесь вот в превышении плотности И за ними следуют с небольшим отрывом йоды Есть такой тип конденсатора, который мы создаем Вот в этом конденсаторе вот такое вот поле Вот это вот ускоряющее поле выглядит Это порядка 100 грамм, то есть 2 грамм сантиметров А вот сечение насильных плотностей И плотность электронов И они тянут за собой йод И если мы посмотрим на спектр энергетический То есть вот уже поле прохождения Двадцати метрон Буквально двадцати метрон В помешенте Протоны приобретают энергию в нескольких грамм До шести Герц И спеком каким-то В районе четырех-пяти грамм И основная энергия Переходит в этом случае уже не в электроны Как это обычно При энергетическом взаимодействии Славно энергетическом взаимодействии А уже переходит основная энергия лазера В йоде Регионы на пересонансе В рессонансе Они ускоряются О том, чтобы достичь этого режима Надо еще подождать лай Который там может В лет десять еще развиваться А пока такие лазеры будут созданы А при существующих Интенсивностях Возникает интересный Другой режим Ускорения О котором уже давно В общем-то говорилось Сколько лазер существует Сколько нам говорят Это режим светового вармуса Лайцы режим Или Piston режим У него много на самом деле названий То есть у нас есть тоненькая форга С определенной Удельной Поверхностной плотностью Массовой плотностью Форга не относительно для лазера Лазер светит на форгу Давит на нее И светает удовлетворение Ускоряет Вот это замечательная картинка Такая красивая Тимоний Сергеев Это орудие провал 6 лет назад И это служило Особенно таким Импульсом Так что В основном Вазь, поскольку Ему сидит в Японии Вот это вот Такое азиатское направление Очень любят Китайцы Ну и в Вене Кропе тоже Преследуется Как работает Этот механизм Видно, что там Все расгорается Видно, что много всего Сложно На самом деле происходит Как я сказал Китайцы В основном Работают над Теорией этого Механизма Существует Очень хорошая Понятная Одномерная теория Значит На ускоряющем поле Вот оно На ионах Где-то там Сначала Взрастает Достигает Пика В пласти Электронной плотности И потом Начинает Убывать Ну или Перед Фольгу Там ничего нет Ну такое Простенькое Качественное Распределение Поля И если мы Посмотрим Ускорение Иона В этом поле То там Где поле падает На котором поле Градиент Отрицательный Вот там Есть Устойчивая точка То есть Если мы возьмем Протоны Которые набрали Ногу Энергия Они Они Попадают Слабому полю Ускоряются Не так эффективно А протоны Которые По какой-то причине Отстали Их Подбрасывает Поле Более сильное И в фазовом Простанции Образуется Вот такая Изначительная спираль Которая видна В чистом моделировании И в результате Все ускоряется В этой Устойчивой Фазовой точке Такая Автопозировка Происходит Моноэнергетический спектр И если вы возьмете Более длинный лазер Больше Больше энергии Дольше Будете ускорять Можете ускорить Допроизвольную Энергию Вообще Так вот так Замечательно работает Этот механизм В одномерии То есть Одномерно Здесь Вот ничего Другого Не надо Отберешь Ускоряешь То есть Он Фазово Стабильный Но Как только мы Переходим В многомерные Пространства К сожалению Наше пространство Как минимум Как минимум Мы знаем Больше То Во-первых Лазер Всегда Сфокусирован Например У него Гауссовское Распределение Поперечная Интенсивность В центре Интенсивность Больше Попока Меньше И вот Наша Замечательная Мишень Деформируется Ну Вот здесь Есть Что-то напоминающее Спирак Это Фазовое пространство Ион Если Надо Учить подальше Там уже Что-то совсем Непонятное А дальше Там уже Тельницы Так называемые Дальше То есть Вот получается Смесь Механизмов Каши То есть Вопрос Как нам бороться С тропмерными Эффектами С Тропмерными Так Можно Вкликнуть Вот Вот Чтобы Это заработало Вот Здесь Поле Лазера Показано Здесь Электронная Плотность Ион Мы видим Как фольга Постепенно Изгибается Под Цветовым Давлением Когда Изгиб Достаточно Сильный Видно Воздействие Самого Электрического Поля Не только Цветового Давления И в конце концов Фольга Разбивается На маленькие Кусочки За счет Так называемой Неустойчивости Релей Тейлора Когда У вас есть две жидкости И когда Легкая жидкость Давит на Твердую Твердая жидкость На самом деле Всегда Легкая жидкость Устойчивость Здесь Что-то похожее Поскольку У нас есть Жидкость Наш Газ Потонов Давит На Твердую Жидкость И Фольга Разбивается Высочки Такой Релей Делаем Устойчивость Что-то Между Филаментацией И Очень сложная Картина Все разваливается Вот На самом деле Есть два эффекта Это то, что Фольга Искривляется Прежде всего За счет Покального Длина И другая Вот что она Там Устойчива То, что Фольга Искривляется За счет Градиента Интенсивности Можно Сделать Импульс Супергауссовским Что на самом деле Перестает быть Супергауссовским Немножко Распространяется В пространстве Поскольку Это не Есть А Можно Сделать Фольгу С переменной Поверхностной Плотностью Сделать Такой Купырышек Который Соответствует Лазеру И Китайцы Мои Китайцы Очень любят Эти Три Три Китайца Мельчан Гомольд Аспират И Жен Мельчан Китайцы Шанграя Три 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 Моделирование Компенсировать Не 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 Устойчивость Очень Очень сложно Само Себе Компенсировать А Здесь Сравнивается Моделирование Вот Так Если У нас есть Плазерного Импульса Вырезается Еще Оказывается Что Фольга становится Прозрачной Плазерного Импульса Двигает Вообще И Вырезается Кусок Фольги А Потом Ускоряется А в этом случае Значит Если Плоская Паргама Здесь На самом деле Просто Что-то Деформирует И Спектр В этом случае С Более-менее Моноэнергетическим Спектром Можно Придумать Фольгу Которой Млотность Просто менять Нет На самом деле На самом деле В плот Поскольку У нас Поверхность Она Будет Рассеивать Лазерный Импульс В сторону Это тоже Очень Хорошо А вот Если Просто Замодулировать Плотность Например Есть Одно Вещество С маленьким Зарядом Есть Большим Зарядом В центре Золото По краям Слоистого Мишени Сделать Большей плотностью В центре Но плоскую Так Чтобы Лазерный Импульс Не рассеялся В сторону То Это еще Лучше Получается Вот Замечательно Плоский Кусок Воги Ускоряется Если Можно Здесь Плоское Плоское Мишень Вот Видно Она В центре Проводу Ирона Пошел Импульс И Довольно Плоско Как плоская Штука Ускоряется Но Со временем Если Подождать И Назгусточки Такие Разбивается Постепенно И Пределенность Она Попадает Ну Вот Эта Проблема Колейбелловская Неустойчивость С ней Борются Уже Я не знаю Тридцать лет В инерциальной Термоином Синтезе Ну Здесь Она Присутствует Вот В этом году Буквально Там Месяц назад У нас вышла Статья Вместе Тон Куйюль Придумал И Генышевец Помог описать Эполитически Можно Взять Фольгу Которая состоит Не из одного Типа Иона А из нескольких Обычную Полиэтиленовую Фольгу У которой есть Углерод И водород В равных Количеству И Вот Если Выстрелить Лазим По такой Фольге Есть Тяжелые И Легкие Вот Оказывается Что Под давлением У нас Огромное Давление Огромное Ускорение И За Несколько Фемтосекунд Происходит Полное Разделение Затопов Легкий Водород Всплывает Он Оказывается Впереди На фронте А За ним Тяжелый Углерод Остается И Лазерный импульс Взаимодействует Фактически Со слоем Углерода В общем Все Взаимодействие Оказывается В области Углерода А Уже Углерод Ускоряет Протоны То есть Здесь у нас Получается Буфер Между Ускоренными Протонами И Лазерным импульсом Здесь Четкая Граница Между Водородом И углеродом Если посмотреть На Углерод У него действительно Очень-очень четкая Граница И вот Спектр Водорода Он полностью Размазан Весь углерод Размазался В пространстве Но Протоны Ускоряются Как Тонкий Слой Безо всякого Безо всякой Неустойчивости И Остается Там До Длительного Можно я сейчас Вот Здесь мы Увидим Это водород Это углерод Это электроны И Вот У нас Электрончики Вот Углерод сразу Там Образуется Из него Облако Он Нагревается А Водород Остается Совершенно Замечательно Тоненьким Слоем И он Ограничивает Вот У нас Передний фронт Расширяющийся Облако Углерода То есть Водород Так сказать Сидит на фронте Углерода Такая интересная Штука Так Ну Вот Это Вот Это Тронельное Моделирование Где мы видим Этот Тоненький Свой Водород Ну Ну Видите Вкратце Полной Теории Нет Но Вкратце Как мы Понимаем Что У нас Есть два Случа Один чисто Водородная Мишень Тогда У нас Есть Рейтеллорская Неустойчивость Которая Разбивает По любому Кусочке У нас Есть Когда Мишень Так сказать Слоистая Впереди Водород Впереди Влазит За Иванейским С углеродом На границе С углеродом У нас Есть Легкая Легкая Фотомная Жидкость Которая Давит На углерод Тяжелый Давит На водород Здесь Поверхность Она устойчива Там нет Водород Ну и поскольку Углерод расширяется Там Неустойчивость Которая В принципе Может прорасти Внутрь Она растет Медленнее Чем Расширение Этого Дорода Так что Неустойчивость Никогда Не доходит До Устойчивости Вот Этот Механизм Цветового Он Достаточно Интересный Разрачный Да И Тем не менее Какие-то Подводные Камни На которые Мы Работаем И Интересно Так Люди В Японии Говорят Что Мы Будем Применять Для Терапии Рак Поскольку Если Мы Ускорили Йоны Иона Там Где-то Опасла Это Вещество У них Есть Проект Пик То есть Можно Четко Вырезать Опухоль Например Неоперативные Области Мозг Это Светлое Будущее Конечно Такой Лазер Каким У нас Сейчас Есть Никакого Цент Не положено Развивать Его Интересно Так Ну это По поводу Ускорения Ратуры Ну Была Теория А Как раз Я слышал доклад Мандер Зеффа Из Квинский Университета Делал Экскремент На Астре В Примерно На Питатив Интенсивности Это 20 Ватт Квадратный Сантиметр И Здесь У него Показаны Спектры Ратонов И Углерод Он стрелял По Алмазу Подобному Углероду То есть Это Такой Материал Где Углерод Становится Фактически Двухмером То есть Это Пленка Состоящая Из Одного Или Несколько Молекулярных Слоев Предельно Тонкая Атомный Слой Пленка Очень устойчива Из этого Плева И С этими Пленками Очень интересно Работать Они устойчивы Можно На почте Посылать Несмотря на то Что Ее не видно Совершенно Но Присут И Поскольку Она такая Тонкая Можно Даже С небольшими интенсивностями Она Маленькая Очень Поверхность И Ускорение Несмотря Несмотря На то Что Она Углеродная Когда Вы помещаете В любой Идеальный Баку На ней Тут же Садится Всякая Грязь У вас Есть Масковый Насос Поэтому Всегда Присутствует Водорог Там Немножко Есть Водорог И Ускоряя Они Видят Что Они Ускоряют Не только Замечательный Углерод Но и Водорог И Водорог И Если Посмотреть На Энергию То Скорость В квадрате Энти 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 Атомов То Спектр Углерода Кончается Именно Там Где У нас Пик Водорог То есть Похоже Что Метод Когда У нас Есть Разширяющийся Углерод И Сидит Водорог Ясно Что Наиболее Энергические Частицы Углерода Будут Иметь Эту самую Скорость Как И Почти Весь Квадрат Вот Это Видимо Соответствие С Экспериментом Вот Ну Это Если у меня еще Немножко То Может быть Я Расскажу Про Другое направление Которое Связано С Основной Движущей Силой Этого Направления Водица Закомодействие Также У нас Новосибирском И здесь Мы рассматриваем Оскорение До Темных Энергий В принципе Так Ну Давайте Значит Есть Уже Лазера Мощного Не было Но Такого мощного не будет И У нас Будет Плазма И Волна Плазмы Создается Кучком Частиц Электроны Проще Всего Когда У вас Есть Отрицательно Заряженный Кучок Частиц Электроны Электроны Перед закрытием Сладко 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 Последний Эксперимент Сладко Удвоили В плазме Энергию Электронов И Если Мы берем Релективийский Электронный Пучок То У релективного Пучка Нет Продольного Поперечное Электрическое Поле Расталкивает Электроны Плазмы Создает Классную Волну А У Классной Волны Есть Подольное Поле Которое Можно использовать Для Ускорения Есть Замечательная Формула Какую Амплитуду Электроны Показано Что Механизм Работает Электроны Имеет Большое Преимущество Что Мы Умеем Ускорять Электроны С большой Энергетической Эффективностью От розетки В отличие от Власти До сих пор У этого Механизма Есть Очень Большой Недостаток Это Так называемый Transformeration Поле Которое Заведляет Электронный Пучок Оно По порядку Увеличены То же самое Что и поле Которое Ускоряет Нагрузку Поэтому За один Проход Можно Набрать Энергией Ненамного Больше Скорее Меньше Чем Начальная Энергия Недостаток Правильно Для того Чтобы Ускорить Нагрузку До Тел Надо Уже Иметь Какой-то Термен Ученок Начальный Ускорение Или Делать Или Прошли Сделали Волну И потом Что-то там Ускоряться Ну А вот Уже Прямо Те Кого Долго Ждать Не Пока Она Насосится Поэтому Вот Такая Идея Но Тут Либо Надо Делать Несколько Стадий Ускорения Что Технически Чрезвычайно Либо Надо Над чем-то Думать Есть Фундаментальная Трансформер Значит Наиболее Успешным На сегодняшний день Режимом Ускорения Опять же Является Бабом Он там Называется Немножко Немножко Иначе Называется Low-Out Режим Он у нас Коверна Создается Не лазер А Отрицательно Заряженный Кучковым То Называется В самом-самом В хвосте У него там есть Некое усиление Поля Которое Может быть Несколько раз Выше Более В голове Поэтому Трансформер Рейшер Для него Он лучше Не двойка Максимальная А он может Десятку сделать Принципы Теоретические Ну Режим Ответ Хорошо Для Отрицательно Заряженного Трайвера Теперь Какова ситуация У нас Нет Отрицательно Заряженного Терроводного Трайвера То есть Если мы хотим Ускорить До Нам уже Нужен Терроводный Трайвер По причине Этого Трансформер Рейшера Но у нас Есть Терроводные Протоны Есть Они Фермы Лады Есть С Сталкивать Протоны Мы знаем Этых Чем там Летит Интересно Конечно Копаться Получить Можно Увидеть Что х способен Есть Но Точно Оценить Мечта Это Ускорить Рептог На сегодняшний Есть мечта Точечные Частицы Не имеют Внутренних Фотонов Или Фотонов И уже Сталки Поэтому Имеет Смысл Терроводные Протоны А мы знаем Как их ускорять Кольца Вот Превратить Терроводные В электроны Было бы интересно Но Протоны Имеют Особенность Они положить На заряжке То есть Они не могут Ничего Блоу Они не делают Блоу Они делают Сакпин Всасывают На самом деле Электроны С боков И это все еще осложняет То есть У нас режим Сакпин Преимущество То что У нас в принципе Можно Электрически Эффективно Ускорять Протоны Это стабильный режим У нас есть Эти Терровные Проблема В том Что Для того Чтобы создать Хорошую Плазмополнову Размер Длительность Этого То есть Меньше Этого Электроны Это нормально Неужели Научились Их сжимать В чемпионах Поэтому Вопрос Как их Но В прошлом году В речи Физикса Мы это опубликовали Как мы видим Если у нас есть Короткий То есть Мы научились сжимать Протонный пучок Как он будет создавать Клазмополнову Оказывается Что Механиум Почти тот же самый Только В этом бавле Этот Протонный пучок Будет сидеть Не в самом голове А в самом голове А в самом голове Вот здесь Между двумя бавлами В другой фазе Клазмополновения Она к сожалению Еще короче Чем бавла Бавла Широкого фазы Электронная плотность Максимальная Он еще короче Поэтому Еще сложнее Еще надо Лучше сжимать Протонный пучок Но тем не менее Бавлу даже Протонный пучок Сосать Можно Не вине В голове Вот так это выглядит В чистом моделировании Вот здесь Сидит у нас Протонный пучок Вот видно Что тут максимум Электронной плотности Фоновой плотности Потом Задим Есть Панишение Разрешение Бавла Фактически И есть Нагрузочка Вот этот Сигнальный пучок Который Можно сделать так Что Поле У него будет Более-менее Однородное И его Можно ускорять До больших Энергий Значит Здесь До полтелла Чисто Чисто Расстояние 400 метров Было Промоделировано И Можно Если Сделать Такое Ускорение Если У нас Есть Протонный Пучок В принципе Задача Решаемая Но Проблема В том Что У нас Есть Только Длинные Протонные Пучки То есть Если Мы возьмем СПС Кучок В церне Он 20 см Вместо 20 см 400 метров Плазма Это Отдельный Плазма Но Теоретически В свате Это Плазма В метр Прям Напрямую Этот Можно Механизм Создается До 10 метров Как Сделать Больше Создается Газ И Пускается Лазерный Пучок Который Он Мгновенно Релизирует На Время Пучка Несколько Тресекунд Существовало Сколько Электронов Захватываете Столько Протонов Приблизительно Да Столько Сколько Протонов Не захватываем Их надо Инжектировать Ускоряется Ускоряется Сколько Засудит Протонов Примерно Третий Не в порядке Лечения У вас КПД Какой-то Должен Протонов Протонов Падает Прежде чем Они Умерли Все еще Проложало Действовать Электроны У нас есть Какой-то Крадиент Можно Делать И на Четырех Метрах Но Придется Сжимать Протонов Сжать Не в 100 микрон А уже В 5 микрон Чем Лучше Мы сможем Сжать Тем Короче Плазма Определяется Сжать Чем Короче Пучок Тем Большую плотность Плазма Можно создать Плазмная волна Вы берете Плазмная частота Плазмный период И ваш Пучок Плазмный период Чем Плотность Тем Больше Ускоряющих Плазмный период То есть Все определяется Как мы Сумеем Сжать Этот Ручок Можно И на Четырехсовый Ветер Вот Вопрос У нас есть Длинный Пучки Чего с ним Делать Пока Научимся Сжимать Идеально Но История Сейчас Примерно Такая Как Была С лазерами Тридцать Лазерами Были Тоже Только Длинные Пучки Никто Не слышал И Единственное Решение Это Режим Самомодуляции Берем Длинный Драйвер Пишем Для него Уравнение Вот Берем Отплик Плазмин Это Радиус Это 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 Плазменный Отплик И Плазменный Отплик Нелокальный Если его Расписать Оказывается Там Есть Неустойчивость Ну Уплазмин Собственная Частота Обратная Связь На Пучок Пучок Начинает Самоподулироваться Волна Нарастает Экспоненциально Нелинейно В конце концов Можно Весной Он вышел Тоже Наш Перед Неустойчивость Эта самоподуляция Не знаю по какой причине Все удивляются Почему Не было Аналитической работы По самодуляции Длинных пучков Плазма То есть Может она где-то была Там Никогда не была В открытой литературе Где не нашли Никто нам Недавно Не смог Указать Можно оценить Гамма Это Трава 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 Растет Растет Состояние Пси От головы Импульс В хвосте Будет максимально Набираться И Вомерить В пространстве Вот так вот это выглядит Если пучок Пустить В лазму Голова У него будет нефронировать Естественно За счет Лимитанса Она будет Лететь Под углом А Ост Начнет Самоделироваться И Нефронировать Сам в себе Фокусируется Ну Тут Было Моделирование Туда Пресночка В церне У него там всего 24 евро Тего лишь То что там Может быть Додуман Видно Как Пучок В начале Каусовости Разбивается На такие вот сегменты Ну То есть Самомодуляция Есть Есть Вариат Я не знаю 50 таких Кучек Маленьких Вимлетов Неустойчивость Работает То есть Механизм работает Есть Но К сожалению Кроме Самомодуляции Есть еще Так называемый Шланговая Шланговая Неустойчивость То есть Центрой Кучка Начинает Там Может Бегать Еще Одна Которая Конкурирует С Самомодуляцией И К сожалению Они Параметрически Очень Близки Между собой Самомодуляция И Шланговая Но Это Опять же Все Решаемая Проблема Как Исключить Можно Одну Эмогуляцию По Затравочку Учтить Да Эта затравочка Дерется так Что Вместо Каосовской Я берем Кучок Который Резкий Фронт Делает Затравку Обрубить Кучок Начальный Ну вот Если сравнить Голосовской Кучок Видно Какая-то Центроид Глуждает А вот Если у него Голова была Оправлена У нас Все Совершенно Замечательно Симметричная Волна Возникает То есть В принципе Эта Проблема Решаема Вот Сравнение Эльбаторной Волны Для Голосовской Кучки За счет Блуждания Центроида Не совсем Фаза Амплитуда Где-то Насвещается На низком Уровне А если Возьмем Обрежный Кучок Вот Она Линейно Растет У нас Полный Ресонанс До Нелинейного Дорогольные Пучки Протонные Которые Могут Использованы Для Ускорения Электронов Пучки Длинные Поэтому Скорее всего Будем работать Вначале В режиме Самоманувляции Видно Что До СВС Кучка Мы Сможем Достичь Несколько ГЭФ Ускорения Не так много Но по крайней мере С чего-то Надо начать И Дорожные Будут Методы Конечно Надо разобрать Как Сжать Которые 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 Вот То Что я хотел сказать О перспективах Ускорения Плазмы На ближайшее время Зачем я работаю Спасибо Можем Вопрос Немножечко Слово Вот о чем Много лет Назад Лекция Вам Именно Предложил Способ Коллективного Ускорения Коллективное Ускорение Его интерпретация Заключалось в том Что кучок электронов Воронительной Високой энергии На элитинске Ускоряет Протон И даже Было Создано Подразделение Лаборатории Физики Высок Знаете Которое Занималось Этим Методом Ускорения Что Вам Известно Раз Этот Способ Ускорения Не Лазерный Ускоритель Электронов Используется Для Ускорения Электронов Значит Методов Огромное Количество То есть Это Была Одна из Пионерских Работ На сегодняшний день Наиболее Перспективными Рассматривается Клик То есть Вы знаете Такой Механилим Тогда у Вас есть Вейкфилд Но уже не в плазме А в електроне То есть Тут Вопрос Как Поперечное Поле Электрического Пучка Эффективно Преобразовать Продольное Поле Ускорения На сегодняшний день Клик Очень Активно Рассматривается Но у них тоже Свои проблемы есть А так Если у Вас есть Например Качественный Электронный Пучок И С плохим Имитансом Ну Можно Электронами Отводить Продоны Так вот Используют Подходы Огромные Ускорить Я не знаю Потому что Надо посмотреть В напрямую То есть Без посредников Идея была Очень красивая Электронный Пучок Увлекает Собой Продонов Придает им Тоже Скорость Такую же Реативистский Пучок Такую Адель Не так Просто Сделать Не так Скорость Ну Мне кажется То О чем Аня Моисеевич Говорит Это потом Масибирский Развивался У Будшая И там Как раз Из этих Попыток При помощи Влияния электронов на протоны ускорять и фокусировать теория неустойчивости, которую Чириков развивал, очень сильно. В каком сейчас это состояние находится? Вот еще хотел спросить, о чем? Я собираюсь в первую часть того, что вы рассказывали. Есть несколько способов оптимизировать ускорение протонов шрифировали, и так далее. Те спектры квазимоноэнергетические, которые вы показывали. Но они все-таки еще далеки от моноэнергетических. Есть какая-то перспектива, вы можете сказать, что нужно сделать в смысле интенсивности лазера, или умение фокусировать его, или умение приготовить мишени, чтобы все-таки получить протонные пучки такого качества, как их делают ускорение. С одного внутреннего живут в Сочи, да? Понятно. Вот, неизвестно. То есть, в одном мире оно работает. Ну, я понимаю. В реальной жизни оно становится все более и более сложным. Но все-таки есть ощущение того, что это можно будет делать какой-то возникнуть. Ощущение, я не знаю, не было бы ощущения, что из перспективы не занимались бы, да? Наверное. Да, вот она, да. Вот правильно. Еще можно говорить? Да. Вы заикнулись и сказали, что вот такой механизм может позволить взаимодействовать с нашим пучком, может позволить разделять изотопы. Ну вот мы видим, что она и не там разделяется. Да. А до какого заряда это может быть? Да. Да. Это можно разделять изотопы в равных? Просто так. Ну, мы не поняли, что это не то, да? Да. 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 Мы рассматривали задачу несколько в другую сторону. Мы рассматривали ускорение релятивистской оболочки среди космических систем. Вот это нас тоже очень удивило почему. Наверняка вот этот механизм нам где-то наблюдалось. Сейчас. Вот я расскажу точно. Мы вот работали с мета-уравнением Власова, трехмерное совместно с сравнением Максвелла. Ну, там примерно 10 миллионов частиц, метробных частиц и так далее. И мы, в общем-то, получили такой результат, что развивает сомнения плазменной неустойчивости. Ну, у нас гамма-фактора для протона было где-то 250. Вот теперь, Аркадий Дмитриевич, когда у вас электроны релятивистские, еще не значит, что у вас протоны будут релятивистские. У них разные массы. Ну, это просто замечание такое. И, в конце концов, мы пришли к такому выводу, что у нас через некоторое время устанавливается такое эквепартии, что у нас в начале энергии сиделось в протонах, потом – одна треть в протонах, одна треть в электронах, одна треть в электронах, одна треть в электромагнитном поле. И оказалось, что эти результаты чрезвычайно чувствительны к граничным условиям. Поэтому в ваших численных экспериментах, которые вы показывали, очень важны, конечно, граничные условия. Потому что граничные условия могут сами проводить появление новых типов неустойчивости и геометрии развития этих неустойчивостей. Да. Всегда, когда мы работаем с численными методами, всегда честно осторожно. Если вас интересует, я могу просто показать. В данном случае мы уверены, что там всё чисто в отношении чистого метода. То есть граничные условия устроены так, что у нас не возникают каких-то фантомных полей больших. А какие? Значит, граничные условия у нас... Свободные, периодические, отражающие. Они свободные. То есть частицы убираются, и пора поглощать себя. Свободные очень плохо. То есть через свободное граничное условие будет входить разлучение снабиры. Ну просто так. Очень аккуратно. Стоп, я предлагаю... Ну, это можно сказать. Потому что мы выходим на это время. Спасибо большое. Всё. Спасибо большое. Продолжение следует...